Дорогие друзья, коллеги, добрый вечер! Я рад приветствовать всех, кто собрался в образовательном центре Формомед онлайн, как обычно, для того, чтобы обсудить управляемость внутривенной анестезии, короткое действие или антидоты-антагонисты, так заявлена наша сегодняшняя тема. И я совершенно не скрывал, сразу это анонсировал, что хотел бы посвятить эту лекцию памяти выдающегося нашего земляка, профессора военно-медицинской академии имени Кирова, Альфреда Львовича Костюченко. Наверняка многие знают, а у многих и есть вот эта замечательная книга «Внутривенные наркозы, антинаркотики». По сути дела, эта книга посвящена именно этой теме, на том уровне, на котором знал её Альфред Львович. А я вам хочу сказать, что нужно было обладать большой профессиональной смелостью и, наверное, ещё большей эрудицией, для того, чтобы в эпоху многокомпонентной анестезии заявить. Мы с Петром Константиновичем Дьяченко сторонники моноанестезии, внутривенной моноанестезии, которая осуществляется одним препаратом или комбинацией препаратов, но фиксированной комбинацией препаратов в фиксированном соотношении, и средств, которые позволяют из такой анестезии, из такого внутривенного наркоза пациента вывести. Вот именно это было провозглашено Альфредом Львовичем и в преамбуле, и в завершающей части этой книги. Ну и давайте попытаемся посмотреть на эту проблему современных позиций. Многие вещи, о которых говорил Альфред Львович и его соавтор, профессор Дьяченко, а, между прочим, профессор Дьяченко, это соавтор Василия Михайловича Виноградова по первым двум замечательным учебникам, вышедшим тоже из военно-медицинской академии, еще во времена Петра Андреевича Куприянова и Бориса Степановича Уварова. Вы помните эти две книги, мы их называли «Синенькая» и «Красненькая» в годы моей студенческой, юности и ординаторской. Ну и вот пусть это наша с вами сегодняшняя беседа будет данью памяти той большей количественной и большей по влиянию, по счастью, интеллигентной и доброжелательной части военно-медицинской академии имени Кирова, которая оставила такой великолепный, такой яркий и эмоционально теплый, с другой стороны, след в науке и в наших сердцах, тех, кто с нею соприкасался. Альфред Львович Костюченко. Я хочу попросить начать показывать слайды. Да, спасибо. Вот титульный лист этой книги с посвящением Петру Андреевичу Куприянову. А вот что поразительно, что, вы знаете, какой-то вот такой неформальной, хорошей, теплой фотографии Альфреда Львовича Костюченко у нас в руках не оказалось, хотя я пользовался помощью его очень близкого человека, его крестного сына Никиты Юрьевича Семиголовского, как я понимаю, Альфред Львович дружил еще с его отцом, с его семьей. Ну и вот я воспользовался той фотографией наилучшего качества, которую мне удалось найти в интернете, но здесь Альфред Львович в парадной форме полковника медицинской службы, каковым он и был. Давайте, наверное, следуя тому академизму, которому всегда был привержен Альфред Львович и еще в большей степени, может быть, Петр Андреевич Куприянов, давайте начнем по порядку, начнем с определений, попытаемся дать определение того, что такое управляемость. Хочу сразу сказать, что то, что написано здесь, написал я, вложив в это свое понимание. Давайте посмотрим. На мой взгляд, это способность препарата, свойство препарата проявлять именно те эффекты, именно в том временном окне и с той зависимостью от дозы, как это планирует врач. Иначе говоря, это предсказуемость действия препарата в зависимости от дозы и времени. Управляемость во времени при этом, о которой мы сегодня будем говорить, в основном достигается либо коротким действием препарата, либо наличием его антагониста. Но, как вы знаете, в современной практике широко используется и тот подход, и другой. Поэтому мы будем говорить о примерах тех и других. Когда Альфред Львович говорит о своей приверженности внутривенной моноанестезии, он говорит о том, что в идеальном варианте он видит пары препарат-антагонист. Препарат-антагонист, то есть для каждого препарата должен быть столь же предсказуемый, столь же удобный, столь же безопасный препарат, который бы выводил пациента из-под действия того или иного анестетика. Но давайте посмотрим, как это представление, как эта концепция, этот лозунг управляемости воплощается в современной клинической анестезиологии и в современной фармакологии. Потому что, несомненно, мы сегодня говорим о фармакологической теме. Я уже показывал эту картинку. Эта картинка очень важна для понимания всей фармакологии и физиологии, если хотите, внутривенной анестезии. Это контекст-зависимый период полувыведения препарата из плазмы крови. Ну и понятно, что когда мы с вами работаем препаратом типа диазепама, у которого зависимость периода полувыведения от времени инфузии, времени, в течение которого вы препарат перед этим вводили, идет вертикально практически вверх. Когда мы с вами работаем теопенталом, и даже когда мы работаем фентанилом, который кажется нам, ну, довольно короткодействующим препаратом, ведь правда, в нашей повседневной жизни, мы понимаем, что никакой, ни о какой управляемости, ни о какой четкой ограниченности временного окна действия препарата речи идти не может. А управляемость начинается, если хотите, с другого полюса, с другого конца этого графика. График, кстати, на Черченках вы видите рукой, одним из наших коллег зарубежных. Вот посмотрите, ремифентанил, ремифентанил находится на первом месте, потому что контекст зависимости, вот этой зависимости периода полувыведения препарата от длительности его инфузии нет, нет такой зависимости. Период полувыведения не меняется. Неплох в этом плане это медат, который вы видите здесь, да, чуть выше. Неплох, относительно неплох в этом плане пропофол, из опиоидов суфентанил, между прочим, кетамин, имеет в начале, примерно до 3 часов инфузии, выраженную зависимость периода полувыведения от длительности инфузии, потом эта зависимость пропадает. Довольно хорош альфентанил, у которого тоже зависимость выражена в первые 2-3 часа, но затем она исчезает. Больше проблем вызовет у вас медазолам, у которого вплоть до 6-7 часов инфузии продолжается нарастание периода полувыведения, то есть, иначе говоря, чем дольше вводишь, тем больше препарат, тем дольше препарат работает, тем дольше у него хвосты, после того, как ты прекратил инфузию. Дексмедетамидин, между прочим, тоже имеет горизонтальную часть графика, в первые 2 часа, как вы видите, зависимость есть, затем эта зависимость исчезает. Так что график представляет нам как раз то направление управляемых препаратов, которые отличаются собственными фармакокинетическими свойствами, обеспечивающими хороший контроль продолжительности действия. Не все они ультракороткие, но все они, которые находятся вот на этом конце, на, если хотите, правом конце графика, правом нижнем углу, вот эти все препараты могут характеризоваться хорошей управляемостью действия во времени. Но давайте посмотрим. Один из самых типичных представителей, ремифентанил, патентованное название, самое известное в мире, Ультива. Между прочим, обратите внимание, друзья, на этот препарат, потому что я надеюсь, что все-таки, ну, в ближайшее, в ближайшее какое-то время, все-таки Московский эндокринный завод реализует свое обещание, данное много раз мне, много раз Денису Николаевичу Проценко, о том, что препарат должен у нас появиться, производство его готово. И задача только в том, чтобы провести его через регистрационную процедуру и начать его поставлять на рынок. Обратите на него внимание, наверняка нам придется им пользоваться все-таки в ближайшие годы. Это действительно ультракороткого действия опиоид, как вы увидите. Гидролиз его осуществляется неспецифическими эстеразами крови и тканей. И продукты гидролиза на 90% выводятся почками. Вот это название РЕМИ, по-видимому, представляет собой акроним от Rapid Elimination, РЕМИ, потому что, как мы с вами дальше увидим, есть еще РЕМИ-Мазалам, который представляет собой ультракороткодействующий бензодиазепин. И такой препарат сегодня появился и используется, и может оказаться через какое-то время в нашем арсенале тоже. Период, прошу прощения, удельный кажущийся объем распределения РЕМИ-Фентанила у пациентов в steady state, в спокойном состоянии покоя, чуть-чуть больше объема циркулирующей крови. Посмотрите. Мы с вами говорили много раз, что объем циркулирующей крови понятие чрезвычайно условное, поскольку кровь состоит из двух разных объемов, которые с разной скоростью вращаются и в разных местах находятся. Но тем не менее, 100 мл на килограмм, при том, что так называемый ОЦК составляет всего лишь 70 мл на килограмм. Разница очень небольшая. И эта разница отчасти связана с не очень большой долей связи с белками. Связь с белками составляет примерно 70%. Причем в основном, что интересно, РЕМИ-Фентанил связывается не с альбумином, который является любимым сорбентом большинства препаратов, которые мы применяем. РЕМИ-Фентанил связывается в основном с альфа-1 кислым гликопротеином. Есть такой белок. Ну, альфа-1 – это характеристика электрофоретической подвижности. То есть, он находится в первом пике слева при электрофорезе. Альфа-1, альфа-2, бета и гамма, как вы помните. Ну, например, гамма-глобулины. Значит, связь с белками невысока. И связь осуществляется с белком достаточно своеобразным, достаточно необычным, и с которым связываются немногие препараты. Начало действия препарата после внутривенного введения примерно 1-3 минуты. Полупериод полувыведения, окончательный период полувыведения – 10-20 минут. А эффективный, реальный период полувыведения, который отражает длительность действия препарата, продолжительность его работы, составляет 3-10 минут всего лишь навсего. То есть, препарат действительно очень короткий, что и удобно с одной стороны, а с другой стороны, за эту кратковременность действия приходится расплачиваться, и как мы с вами обязательно должны понимать, почему и каким образом. Индукционная доза препарата составляет от 0,5 до 1 мкг на килограмм. Дозы поддержания от 0,05 до 2 мкг на килограмм в минуту. Я прошу прощения за неточность этого слайда. То есть, по сути дела, мы вводим на протяжении минуты ту же дозу, которую мы вводили на индукцию. Настолько короткодействующий препарат перед нами в этом случае. Обратите внимание, что разброс доз поддержания очень высок. От 0,05 от 0,05 мкг на килограмм в минуту до 2 мкг на килограмм в минуту. И вот обратите внимание, что в том случае, если препарат идет в темпе свыше 0,3 мкг на килограмм в минуту, и особенно, если вы внезапно прекращаете его инфузию, не предусмотрев дальнейшее обезболивание, не введя какой-то другой препарат, возникает феномен гипералгезии, который может составлять достаточно большую проблему с выраженной стрессовой реакцией пациента. И к этому нужно быть готовыми. Нужно понимать, что это... Ну, во-первых, механизм понимать для того, чтобы мы не допускали этого, прежде чем мы заканчиваем инфузию ремифентанила, мы должны ввести какой-то препарат, мостик, который обеспечил бы дальнейшую анальгезию после того, как ремифентанил прекратит работать, а прекращает он работать моментально, как вы видите. И это и хорошо, с одной стороны, а с другой стороны, это и создает специфическую проблему. Вот такой своеобразный препарат. Препарат является агонистом мю, капа и дельта опиоидных рецепторов. Вы видите, что сегодняшняя классификация не включает некоторые типы, которые были в старых классификациях. Сигма, эпсилон, хи типы рецепторов. По сегодняшней классификации, ну, в данном случае я ее заимствовал из французского руководства по фармакологии, такой расширенный учебник для студентов современных десятых годов. Посмотрите, только мю-1 и мю-2, капа, дельта и ноцицептиновый, так называемый ноцицептиновый опиоидный рецептор, ноцицептиновый опиоидный пептидный рецептор, НОП, которые являются мишенями действия полных агонистов и полных антагонистов опиоидов. Причем, обратите внимание, что анальгезия обеспечивается на самых разных уровнях действия этой антиноцицептивной опиоидной системы. От периферии до спинального и супраспинального уровня, на самых разных уровнях. Другие эффекты могут быть разными, ну, например, возбуждение мю-1 рецепторов вызывает эйфорию, а возбуждение капа рецепторов, наоборот, дисфорический эффект. Но вот этот эффект, эффект анальгезии, он очень постоянен и характерен для этой группы рецепторов. И это действительно истинные рецепторы. Я имею в виду, это не точки связывания, которые нашли фармакологи. В организме точку связывания можно найти для чего угодно, как для бензодиазепинов. Но является ли это точка связывания истинным рецептором, мы не знаем до сих пор. Потому что не идентифицирован с уверенностью природный элегант бензодиазепинового рецептора, к которому мы сейчас с вами подойдем. Но опиоидные рецепторы, это точно истинные рецепторы, потому что есть эндогенные элеганты. Это хорошо нам известные опиоидные пептиды, эндогенные опиаты. Налаксон является универсальным антагонистом опиоидных рецепторов. Это полный антагонист всех подтипов рецепторов, который является конкурентным антагонистом. То есть он может вытеснять другие препараты из связи с этими рецепторами. Препарат обладает тоже достаточно удобной и предсказуемой фармакокинетикой. Удельный кажущийся объем распределения в спокойном состоянии 2,9 литра на килограмм. Но мы с вами понимаем, что 2,9 литра на килограмм веса тела в нашем теле нет, поэтому речь идет о связывании, о высокой доле связывания препарата, введенного внутривенно. Клиренс, то есть количество очищаемое от налаксона за минуту плазмы крови, составляет примерно 25 мл на килограмм, что довольно много. Полупериод выведения, или как его называют, период полувыведения, составляет небольшую величину времени, 1,1 до 1,5 часов максимум. Четверть примерно препарата выводится в неизмененном виде. Начало действия налаксона при внутривенном введении примерно через 1-2 минуты. Пик эффекта 10-15 минут, через 10-15 минут после введения. И продолжается этот эффект от 1 до 4 часов, в зависимости от того, сколько введете. А вот дозирование, очень сложный вопрос. Как говорят, спросите что-нибудь полегче. Значит, смотрите, как обстоят дела с дозированием налаксона. Самая стандартная ампула налаксона, это 1 мл раствора, который содержит 0,4 мг препарата. 0,4 мг. Эта доза, может быть, уже эта доза, уже 0,4 мг, может быть использована как тестовая. Если вам важно понять, будет ли налаксон работать, даст ли он какой-то эффект. Почему начинают с таких маленьких доз, минимальных доз? Хотя, максимальная суточная доза налаксона в фармакопее США, например, прописана как 20 мг. 20 мг это 50, как вы можете легко посчитать, 50 таких ампул, 50 кубиков вот этого раствора. Почему такой диапазон? Почему начинают с маленьких доз? Дело в том, что есть одна очень неприятная особенность налаксона. Если бы он ею не обладал, то вообще цены бы ему не было, и применение его, я думаю, было бы очень широким. И эта особенность связана с тем, что существуют такие рецепторы вазоактивных полипептидов. Мы с вами о них говорили, когда говорили о пептидных рецепторах, была специальная тема. Вот часть пептидных рецепторов носит характер не опиатных, не каких-то там еще, не рецепторов гормонов или чего-то еще, а рецепторов, влияющих на тонус сосудов периферических. И вот среди огромного многообразия вот этих рецепторов есть дилататорные рецепторы, которые называются рецепторами молекул средней массы. Но молекулы средней массы – это продукты беспорядочной нарезки всех плазменных белков подряд, которые накапливаются в большом количестве при так называемом протеолитическом взрыве, ну, например, когда развивается сепсис или ДВС, да? И это, по сути дела, обломки, осколки, обрезки любых полипептидных цепочек, самых разных, самых разных белков. Вы знаете, что спектр тех белков, которые в нашей плазме можно найти, огромен, и вот все эти белки подряд нарезаются беспорядочно в случае так называемого протеолитического взрыва. Оказывается, что эти молекулы средней массы способны связываться с какими-то точками связывания на гладких мышечных клетках сосудов, на вазомоторной мускулатуре, как это называется. И более того, что еще более значимо для нас сейчас, из этой связи молекулы средней массы может вытеснять налоксон. По-видимому, речь идет не только о продуктах эндогенной интоксикации, потому что, когда вы вводите налоксон пациенту, который не получал никаких, например, даже опиоидных пептидов, если вы введете налоксон, налоксон всегда вызывает гипертензивный ответ. Не удивляйтесь, вы найдете огромное количество работ, начиная с 80-х годов, по налоксону при септическом шоке. Он не вошел ни в одни клинические рекомендации, потому что нет доказательств его влияния на выживаемость, и, скорее всего, может оказаться, что этого влияния и нет в природе. Но просто обычная реакция обычного пациента на налоксон – это огромный подъем общего периферического сопротивления. Именно огромный, потому что многократно были описаны инсульты геморрагические, отеки легких у пациентов с нескомпрометированным левым желудочком, и всякие другие сердечно-сосудистые катастрофы, связанные с применением налоксона, ну, например, для реверсии действия опиоидов. Поэтому вот об этом сильнейшем вегетативном эффекте налоксона забывать нельзя. Налоксон действительно рассматривался в свое время, и в памяти вашей, наверное, он должен быть где-то там далеко, в разделе «Запасные препараты», которые не рекомендованы в клинических рекомендациях, как альтернативный вазопрессор, основные наши вазопрессоры – катехоламины, но вы не должны забывать, что существует еще вазопрессин и терлипрессин, который оказывает вазопрессорное действие через рецепторы В1, пептидоналог антидиуретического гормона. Вы не должны забывать о том, что существуют рецепторы ангиотензина-2, их мы сегодня можем блокировать, препаратов ангиотензина у нас сегодня в широком доступе нет, насколько мне известно, ни один препарат ангиотензина не зарегистрирован сегодня в России, а вот блокаторы зарегистрированы, ради бога, мы ими широко пользуемся, потому что, будучи похожими по действию на ингибиторы АПФ, они не обладают этим неприятным эффектом блокирования биодеградации брадикенина, который приводит к побочному действию в виде кашля. Рецепторы эндотелина. Эндотелин – мощнейший легочный вазоконстриктор, и поэтому его блокаторы – сентаны, босентан, ситокситан, амбресентан, тазосентан – это препараты, которые используются в качестве препаратов для лечения первичной легочной артериальной гипертензии и вторичных легочных гипертензий, в некоторых случаях, наряду с ингибиторами фосфодиэстеразы пятого типа, селденофилом, тадалофилом и так далее. Ну и вот эти дилататорные рецепторы вазоактивных полипептидов, прежде всего рецепторы молекул средней массы, которые блокируются налоксоном. Вы видите, у меня здесь на этом слайде так и написано. 0,4 мг внутривенно в качестве пробной дозы, а далее максимальная суточная доза, та, которая указана в фармакопее США. В нашей фармакопее максимальная суточная доза налоксона не указывается, но можно иметь в виду вот эту цифру в наших инструкциях. Тоже я не помню, чтобы она была… Значит, очень большой дозовый диапазон, очень большой. Почему? Вы поняли из-за того, что я сейчас рассказал. Начинаем с самой маленькой дозы, если используем налоксон, всегда. По той причине, что мы можем получить вот эту совершенно неконтролируемую вазоконстрикцию. Между прочим, это показатель того, что в нормальном обычном состоянии у нас присутствует выраженная вазодилататорная активность разных эндогенных пептидов. И вот убрав эту активность налоксона, мы можем получить достаточно легко, ну просто сердечно-сосудистую катастрофу настоящую. Поэтому, видите, если посмотреть, много ли пишут про налоксон, вы видите, в какое-то время писали много, ну где-то на рубеже 70-х и 80-х годов, в начале 80-х, да? Из 3615 публикаций в Пабмеде, упоминающих налоксон, самая высокая частота приходится на вот это время примерно, конец 70-х, начало 80-х годов. Потом существенное падение интереса к препарату, ну и в последние годы, где-то уже начиная с 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, опять рост интереса к этому препарату. Обратите внимание, что реверсия налоксоном действия опиатов тоже не пользуется сейчас большой популярностью. И как бы, ну, рост интереса не так сильно заметен, как публикации по налоксону как таковому. Потому что налоксон является довольно универсальным блокатором пептидных рецепторов, а вот реверсия действия опиатов в анестезиологии, я имею в виду, мы сейчас говорим с вами об управляемости внутривенной анестезии, да? Реверсия действия опиатов значительно менее популярна, чем использование ультракороткого опиата. Прежде всего, конечно, ремифентанила. Но, как вы помните, альфентанил и суфентанил тоже довольно короткого действия препараты с очень слабой зависимостью периода полувыведения от длительности инфузии. Вот то, что касается ситуации с ультракороткими препаратами и антагонистами, применительно к опиоидным анальгетикам. Давайте посмотрим, что делается с гипнотиками. Вы помните, что бензодиазепиновый рецептор представляет собой довольно сложный комплекс по современным представлениям. Эта картинка приводится в главе, посвященной гипнотикам в учебнике Миллера. И в зависимости от того, на какой центр в бензодиазепиновом рецепторе воздействует то или иное вещество, вы можете получать либо эффекты сенсибилизации гаммкергического рецептора, как происходит при действии медозолама, либо наоборот эффект десенситизации гаммкерцептора, как происходит при действии обратного агониста, называемого DMCM. Флумазенил аннексат способен блокировать бензодиазепиновый рецептор как целое, вытесняя и прямые агонисты, и обратные агонисты, и любые другие агонисты бензодиазепинового рецептора из связи с ним. Таким образом, мы на сегодняшний день пользуемся только двумя из пяти возможностей. Мы не используем возможности частичного агониста, который занимает рецептор, но при этом обладает некой бензодиазепиноподобной активностью. Мы не используем частичные обратные агонисты, которые тоже занимают рецептор, но при этом стимулируют второй его центр, центр, который снижает чувствительность гаммкергического рецептора типа А, в данном случае, потому что это рецептор, связанный с хлоридным каналом, к гамма-аминомасляной кислоте, и таким образом обладают антибензодиазепиновым действием, если хотите. Если нам надо блокировать действие бензодиазепинов, мы сегодня пользуемся полным антагонистом, флумазенилом, о котором речь впереди. Ну вот, примерно такая панорама. Значит, полные агонисты и антагонисты. Пока что мы используем только это, но я не исключаю, что в будущем мы будем использовать более широкий спектр препаратов, потому что в направлении новых бензодиазепинов активно ведутся работы. Вы видите, что частичные агонисты и частичные обратные агонисты, это экспериментальные молекулы фирмы РОЖ с номерами тех синтезов, в которых они получены. Пока что этим препаратом применения не нашли, но поверьте мне, эти поиски идут достаточно активно, и очень может быть, что в будущем мы столкнемся с новыми препаратами, как мы столкнулись сегодня среди хорошо нам известных бензодиазепинов с новым препаратом, реми-мазаламом, препарат, который несет в себе эфирную связь. И вот эта эфирная связь позволяет ему проявлять свойства ультракороткого препарата, позволяет ему гидролизоваться неспецифическими эстеразами тканей и плазмы. И таким образом мы сегодня уже имеем реально молекулу, которая является ультракороткодействующим бензодиазепином. То, чего у нас раньше не было, и то решением чего отчасти является флумазенил. Флумазенил прерывает действие, ну, например, медазалама. Вы можете вывести пациента, пробудить его от флумазенилового сна, от, извините меня, медазаламового сна или диазепамового, да, в зависимости от того, какой бензодиазепин использовался. Но реми-мазалам обладает сам по себе такой фармакокинетикой, которая делает ненужным антагонист, делает ненужным избирательный антагонист. Ну вот, посмотрите, вот этот препарат, который в одном из патентованных вариантах называется Байфаво, действительно резко отличается по фармакокинетическим параметрам. Это табличка из учебника Райнхарда Ларсена, насколько я помню. Посмотрите, период полуэлиминации, если для диазепама это 20-50 часов, то для реми-мазалама это 0,4 часа, меньше получаса. Клиренс, безумная величина, 4,5 литра в минуту. Правда, это не для человека данные, это данные экспериментального, доклинического этапа на овцах. Но, тем не менее, 4,5 литра плазмы в минуту очищается от этого препарата. Удельный кажущийся объем распределения 36,4 литра, но это опять-таки не на вес, как в других случаях, во всех других строчках, это на целую овцу. И, таким образом, препарат действительно с очень быстрой элиминацией, что выгодно отличает его от всех других бензодиазепинов. Поэтому, очень может быть, что вскоре, так же, как и с налоксоном, мы уйдем от реверсии действия опиоидов в операционной, потому что эта реверсия не безвредна, не безопасна, а перейдем просто к ультракоротким гипнотикам, каковым, безусловно, является вот этот новый препарат реми-мазалам. Очень существенно отличающийся от того, что мы видели раньше в этом жанре бензодиазепинов. Значит, очень интересная статья. Неклинический и клинический профиль реми-мазалама, помещенная в Frontiers in Pharmacology, это такие швейцарские журналы, издающиеся в Женеве, насколько я помню, с достаточно высоким индексом цитирования, и журналы, активно собирающие на себя работы, связанные с какими-то передовыми разработками, с какими-то авангардными разработками на переднем крае. Вот очень хороший фрагмент, который я даже для себя оттуда вырезал, группа короткодействующих препаратов, основанных на эфирах, на эфирной связи. Ведь посмотрите, действительно, реми-фентанил обладает эфирной связью, и потому может гидролизоваться неспецифическими ферментами, эстеразами крови и тканей. Из нейромышечных блокаторов, из миорелаксантов таковым является мивокрон. Точно так же эстеразами плазмы гидролизуется бета-блокатор эсмолол, замечательный препарат, короткодействующий, управляемый, но сегодня есть и еще один такой же бета-блокатор, который обладает вот таким гидролизом, вот такой элиминацией препарат под названием ландиолол. Но идут работы и над новым препаратом. Существует препарат на экспериментальном пока этапе с обозначением AZD3043, это дериват пропониди, помните, эпантол, сомбревин, да? Вот препарат, который был хорош тем, что он обладал хорошим анальгетическим эффектом, напомню, что критерием того, что можно что-то сделать, может быть болезненное, но быстрое, недолгое, было появление такого ровного глубокого дыхания машинного у больного, да, на пропонидиде. Но эмульгатор, который использовался для приготовления раствора, обладал очень высокой анавилактогенностью, и поэтому препарат вызывал страх определенный у анестезиологов. И еще препарат, который тоже обладает эфирной связью, производная Этомидата, Метомидат, препарат АБ-700. Последние два вещества, пишут авторы, пока что прогрессируют только за пределами клинических исследований или в ранних клинических исследованиях. Пока что они еще не внедрены в практику, не вошли в широкую практику. Но направление очень перспективное, потому что если есть вот эта эфирная связь, то препарат действительно будет гидролизоваться достаточно быстро, и этот гидролиз не будет зависеть от какой-то специфической функции, от какого-то специфического фермента, как, например, гидролиз сукцинилхолина определяется наличием специфического фермента, бутерилхолинастераза в плазме. Флумазенил. Бензодиазопиновый антагонист флумазенил. Это действительно полный конкурентный антагонист того, что мы называем бензодиазопиновыми рецепторами, так и хочется в кавычки поставить. Удельный кажущийся объем распределения в спокойном состоянии варьирует, но не очень сильно, всего лишь примерно в два раза. От 0,77 до 1,6 литра на килограмм массы тела. С белком флумазенил связывается на 40-50%, это не очень большая доля связи. Множество препаратов связываются с белком более чем на 90%, то есть свободная фракция в плазме менее 10%. Здесь она чуть больше половины в этом случае. Период полураспределения препарата 7-15 минут, это достаточно быстрая фармакокинетика. А окончательный период полувыведения от 41 до 79 минут, то есть до часа 20. То есть препарат с достаточно предсказуемой фармакокинетикой и не длительно действующий всё-таки, можно сказать так. Начало его эффекта при внутривенном введении наблюдается через 1-3 минуты, пик действия наступает примерно через 6-10 минут после введения, а уже спустя час, возможно, реседация. То есть если вы использовали флумазенил для пробуждения после введения бензодиазепинов в какой-то дозе, в разной, особенно длинных бензодиазепинов, как диазепам или флюнитрозепам, помните такой был препарат, да? Рогипнол флюнитрозепам. Через час может наступить возврат седативного эффекта, потому что флумазенил элиминирует достаточно быстро. Доза флумазенила, начальная доза 0,2-0,3 миллиграмма, у детей эта доза рассчитывается на вес, и составляет примерно 10 микрограммов на килограмм, то есть 0,01 сотая миллиграмма на килограмм веса тела. Если используем инфузию, то инфузия идёт в темпе 5-10 микрограммов на килограмм веса в час. Чувствуете разницу с ремифенлонилом, да? Разница между инфузионной дозой и болюсной дозой индукции эффекта препарата. Ну вот, казалось бы, с флумазенилом всё понятно. Флумазенил – мощное средство воздействия на комплекс хлоридного канала, где работают многочисленные гипнотики, которые могут хлоридный канал открывать, а флумазенил может работать как антагонист этой ситуации, антагонист открытия хлоридного канала. Препарат, который повышает вероятность пребывания хлоридного канала, открытие которого приводит к гиперполяризации клетки, потому что в клетку входят анионы, а состояние покоя – это отрицательный заряд внутренней поверхности мембраны по отношению к наружной. Флумазенил работает вот в этой точке. Ну и можно себе представить, что не только с бензодиазепинами, но и с другими легандами этого рецепторного комплекса, комплекса хлоридного канала, флумазенил может проявлять определенный антагонизм. А вы видите, что здесь связывается, ну считайте, все. И этанол, и ингаляционные анестетики, вон он изофлюран, и пропофол, и барбитураты, и этамидат, и вон даже 5-альфа-прегнант, 3-альфа-ол-20-он, циклопентанопергидрофенандреновое ядро знаменитое, вон там в правом верхнем углу, да, это нейростероиды, это вот эти самые виадрилы, альтезины и эльтанолон, как последний представитель, не пошедший в практику. Но оказывается, и это еще не все. Очень рано, очень рано, начиная где-то с 85-го года, вот это первая, наверное, публикация из тех, что мне удалось найти в Ланцете, в лондонском. С 85-го года начинают появляться публикации о том, что флумазенил способен пробуждать больных, которые находятся в печеночной коме. Эти публикации появляются в очень большом количестве, и на сегодняшний день уже существует Кахрейновский обзор, посмотрите, флумазенил против плацебо, или отсутствие вмешательства у пациентов с циррозом и печеночной энцефалопатией. Ну, говоря простым языком, у них, вы знаете, что в Кохрейн-лайбраре есть такая рубрика «Результаты исследования простым языком». Сначала результаты описываются как научные результаты, а потом, а вот это попросту, коротко говоря. Значит, коротко говоря, показано следующее. Анализ показал, что нет эффектов флумазенила, флумазенил не влияет на летальность этих пациентов с циррозом печени и печеночной энцефалопатией, он не увеличивает продолжительность их жизни и не сокращает ее. Но пациенты, которые получали флумазенил, более вероятно выходили, восстанавливались от печеночной энцефалопатией в плане восстановления сознания. Понятно, что флумазенил не убирает ее причину. По сравнению с плацебо. Почему так может быть? Мы ведь с вами понимаем, что субстратом печеночной недостаточности печеночной энцефалопатии не являются бензодиазепины, там ничего подобного нет. Один из вероятных претендентов на роль токсинов при печеночной энцефалопатии это те варианты аминокислот, которые в норме не проскакивают через печень. А в этом случае они появляются в печени. Например, октопамин или фенилэтаноламин, это те аминокислоты, которые не характерны для нормального метаболизма человека. в системном кровотоке. В этом случае они в системный кровоток попадают и, возможно, вызывают вот эту картину, известную нам печеночной комой. Как бензодиазепиновый антагонист проявляет антагонизм по отношению к вот этому седативному воздействию? Вот таких веществ. По-видимому, все-таки, вот эти механизмы седации и гипноза, они достаточно универсальны. Они завязаны на какие-то очень общие закономерности. И воздействие на одни рецепторы может приводить к изменению эффекта, макроэффекта других рецепторов. Другая молекулярная мишень, но поскольку все эти сигнальные пути завязаны в одну цепочку, работают на одну конечную цель, на одну конечную точку, воздействие может быть антагонистическим. Складывается впечатление, что флумазенил более универсальный антагонист, чем об этом думали тогда, когда начиналось его применение как бензодиазепинового антагониста. Очень занятная статья нашего коллеги, работающего в провинции Антарио, в Канаде, флумазенил, налаксон и коктейль комы. Марко Сивилотти, доктор, по-видимому, итальянского происхождения, очень живо пишет о том, он токсиколог, как в разные времена пробуждали коматозных больных, пытались восстановить им сознание, ну и пишет, прямо приводит такой список, устаревшие аналептики, которые больше не применяются для восстановления сознания при коме неясной этиологии. Смотрите, что он сюда включает в этот список. Он включает сюда метилксантины, в частности кофеин и теофилин. Я прекрасно помню, как в операционной, в конце какой-нибудь длинной анестезии, в пору моей юности, капали ампулу эофилина в капельницу, или вводили эофилин шприцом через резинку, да, тогда это еще было так. Физостегмин, о котором мы еще будем говорить, и который является очень универсальным антагонистом многочисленных гипнотиков. Одним из претендентов на роль этакого универсального золотого ключика к гипнотическому компоненту анестезии, чему подтверждением, естественно, концепция центрального антихолиэнергического синдрома. Немецкая концепция, о которой мы с вами когда-то говорили специально, уделили этому целую беседу, но сегодня только упомянем в контексте, который нас интересует. Карбонат, аммония, амфетамины, даже стрихнин, но стрихнин не специфическое возбуждающее действие, как в учебнике фармакологии Кравкова, знаменитом, тоже из военно-медицинской академии. Пикротоксин, вот пикротоксин, это вещество, у которого есть рецептор на хлоридном канале, точка связывания пикротоксина, там есть, и пикротоксин обладает антагонистическим действием по отношению к бензодиазепиновым эффектам, а по сути дела по отношению к эффектам гамма-аминомасляной кислоты, потому что работает-то рецептор гамма-аминомасляной кислоты типа А, а все остальные вот эти вот воздействия с боков, спереди и сзади, это модуляторы, модуляторы чувствительности, афинности рецептора гамма-аминомасляной кислоты. Ну и даже никетамид, никетамид это не что иное, как никотинамид, известный нам, да, и камфора. Вот полный список, уводящий нас прямо в классическую литературу, да, тех пробуждающих веществ, аналептиков, антагонистов, наркотиков, антагонистов, анестетиков, которые использовались в разное время. Ну, теофилин использовался вплоть до последних лет, а может быть где-то используется и сейчас, я не исключаю, афизостегмин используется и сегодня, но только не для пробуждения пациентов в коме неясная теология, тогда, когда пациент вовремя не просыпается после наркоза. Ну, и вот забавный рецепт коктейля комы, для того, чтобы пробуждать пациентов, выводить пациентов из бессознательного состояния, при коме неясная теология. Ну, смотрите, глюкоза, декстроза, да, 50 мл, 50% декстроза внутривенно, дача кислорода, но кислород в коктейль не входит, да, он дается естественным путем, через дыхательные пути. Налаксон, 40 мкг, ну, 40 мкг, это вообще 0,04 мг, 0,04, это не 0,04, 0,04, это 400 мкг, а 40 мкг, 0,04, то есть, по сути дела, тетровку рекомендуется начинать с одной десятой, той минимальной ампулы, которую мы имеем, одно, одно, однамиллилитровой, потом, вы видите, увеличение дозы до 2 мг, до 2 мг, 2 мг, это уже 5 таких ампул, значит, тетровка с малых доз до больших, и, наконец, в этот коматозный коктейль, как пишет наш коллега канадский, входит тиамин, гидрохлорид тиамина, который предотвращает энцефалопатию вернике у алкогольных и пациентов с нарушениями питания, 100 мг внутривенно или внутримышечно, но вот, видите, на сегодняшний день предлагается обогатить этот коматозный коктейль еще и флумазонилом, попробовать еще и флумазонил, тогда, когда поступает пациент с комой неясной этиологии, ну, я абсолютно вижу это обоснованным, действительно так, и вот эта возможность использовать более универсальные, более широко действующие антагонисты гипнотических препаратов, конечно, чрезвычайно важна и делает нашу работу более удобной, в конечном итоге более безопасной. Вот эта самая устаревшая молекула, ну, я думаю, что устаревшая она в основном для тех, кто работает вне немецкой языковой медицинской среды, потому что, как мы с вами хорошо знаем, в немецкой языковой среде никакая она не устаревшая, центральный антихолинергический синдром является совершенно реальным диагнозом, к сожалению, он замкнут пределами германо-говорящих стран, Германии, Австрии и германо-язычных кантонов Швейцарии, но даже в европейском журнале анестезиологии на английском, единственная статья, которую мне удалось за много-много лет найти, про центральный антихолинергический синдром, была написана, конечно, коллегами из Германии, хотя один из них из греческой фамилии. Вы помните, что центральный антихолинергический синдром может проявляться задержкой пробуждения больного, как коматозная форма, пациент может просыпаться, но лучше бы он не просыпался, мы его держим все операционно и вводим в этом случае какие-то седатики, и может проявляться дрожью, причем при нормальной температуре тела, нормотермическая дрожь. Мы помним с вами, что такие разные варианты проявления центрального антихолинергического синдрома связаны с разным действием разных холинорецепторов, здесь перечислены только М, а есть еще Н в центральной нервной системе, но даже М являются между собой, как вы видите, антагонистами, и в зависимости от того, что мы ввели, и какова экспрессия разных рецепторов в разных отделах ЦНС, это тоже важно, мы можем видеть либо возбуждение, либо торможение, и то, и другое в избытке. Мы с вами знаем, и это самая фантастическая вещь, по-моему, во всем этом, что препараты, способные вызвать центральный антихолинергический синдром, это вообще все, что мы только можем вводить в операционный, кроме плазмозаменителей и антибиотиков. Посмотрите, вы не сможете мне назвать схему анестезии, сегодняшнюю, за исключением одного препарата, о котором еще речь впереди, но, как оказывается, он тоже подвержен действию универсальных антагонистов, я имею в виду дексмедетамидин. Посмотрите, все, что мы вводим, кроме дексмедетамидина, сегодня в операционный, это все может вызывать центральный антихолинергический синдром. Это и ингаляционные анестетики, и даже местные анестетики за счет резорбтивного эффекта, и опиоиды, и все гипнотики, и даже алкоголь, представьте себе. Поэтому, конечно, возникает вполне резонный вопрос. А синдром ли это коматозная форма центрального антихолинергического синдрома? Или дело просто в том, что ацетилхолин играет настолько глобальную роль в головном мозге, настолько глобальную роль в регуляции, ну, если хотите, тонуса центральной нервной системы, ее некоего драйва, что любая наша попытка подавить сознание, она не может быть осуществлена, возможно, без задействования этой системы. Посмотрите, как авторы вот этой статьи рисуют взаимодействие между собой допаминергической и холинергической системы. Я хочу напомнить вам, что применительно к стриополидарной системе допаминергической и холинергической системы являются антагонистами. Вы помните, что паркинсонизм – это избыточная холинергическая активность и недостаточная допаминергическая. Поэтому мы лечим паркинсонизм антихолинергическими и допаминергическими препаратами. В отношении влияния на кору тоже существует взаимодействие допаминергической и холинергической систем. И такое впечатление, что холинергическая система обеспечивает общую активность центральной нервной системы, ну как бы некий общий тонус. А допаминергическая система обеспечивает то, что называется коннективити – соедиспособность нейронов общаться между собой. Потому что допаминергические препараты, например, П-коммерц, амантадин, который мы сегодня не упоминаем в этом обзоре, но тем не менее в институте Поленова его используют для того, чтобы активировать сознание, для того, чтобы выводить больных, которые могут казаться находящимися в аполическом синдроме, в состоянии отсутствия функции коры, да? Выводить их на малое сознание, пробуждать их. А это дофаминергический препарат. И холинергические препараты, пример вам, глиотелин или тот же самый физостегмин обладают таким пробуждающим действием. Поэтому, по-видимому, антагонизм между допаминергической и холинергической системами – это дело экстрапирамидных нарушений или экстрапирамидной гармонии, да? А вот в отношении сознания эти системы антагонистами не являются, судя по тому, что мы видим из фармакологических эффектов разных препаратов, обладающих известными эффектами, известными воздействиями на рецепторы. Да, физостегмин пробуждает пациентов, которые не просыпаются долго после наркоза. Но, по-видимому, это все-таки настолько частое явление. Посмотрите-ка, в целом в операционной частота центрального антихолинергического синдрома достигает 5%. Если мы возьмем только общую анестезию, то это уже от 9,4% до 10%. Регионарная анестезия с седацией немного, но все равно за счет седации, за счет резорбтивного эффекта местных анестетиков до 4% и варит до 5% больных имеют центральный антихолинергический синдром, имеют нарушения со стороны центральной нервной системы, связанные вот с этим механизмом. И поэтому не случайно, конечно, наши коллеги из немецкой медицинской школы говорят, когда вы увидите следующий делирий у себя в отделении реанимации, как вы думаете, это будет делирий, который потребует галлоперидола или чего-то подобного, а не забывайте, что галлоперидол, как нейролептика, обладает свойством вызывать центральный антихолинергический синдром, вызывать подавление холинергической активности в центральной нервной системе. Или это будет ситуация, требующая, наоборот, физостегминность, требующая холинергической стимуляции, это же чрезвычайно важно. И если мы с вами вспомним историю, мы с вами говорили об этом, наш сотрудник, наш на тот момент аспирант Марк Самуилович Данилов разыскал историю появления морфин скополаминового наркоза, который был предложен в 1900 году молодым психиатром в Германии и очень быстро подхвачен хирургами. Смотрите, скополамин, М-холинолитик, обладающий седативным эффектом, морфин, анальгетик. Первая схема, фиксированная схема анестезии. За счет антихолинергического эффекта скополамин вызывает седацию, морфин, анальгезию. Морфин, правда, обладает и снотворным действием тоже. Но мне казалось, что морфин скополаминовый наркоз, это в чистом виде история, закончилась Вторая мировая война, и где-то с начала 20-х годов морфин скополаминовый наркоз свою популярность утрачивает. И к моему изумлению переводим мы седьмое издание Миллера и в 72-й главе анестезии при травме читаем следующее, что если у вас больной, который вообще-то вызывает очень большие сомнения в плане его надежности и возможности перенести какую-либо анестезию, введите-ка вы 0,2 миллиграмма скополамина, добавьте столько, сколько вам надо, если нужно, может быть медазолама и опиоидов и проводите необходимое пациенту с травмой хирургическое обмежательство. Замечательно. Скополамин плюс опиоиды. По сути дела возвращаемся к тому же с чего начинались вообще схемы анестезии. А вы помните мы говорили с вами о центральных проявлениях центрального антихолинергического синдрома, говорили о периферических проявлениях, которые легко убирают периферические антихолинэстеразные препараты, но поскольку они, ну, периферические, это, например, наш прозерин или калимин, да, но поскольку они не в состоянии пройти через гемотенцефалический барьер, они не уберут вот эти центральные проявления. Вот для того, чтобы убрать эти, нужен препарат, который бы проходил через гемотенцефалический барьер, И таким препаратом является прежде всего физостегмин, конечно. Диагноз центрального антихолинергического синдрома. Как говорят, сами немцы не существуют определенных критериев диагноза. Если есть нарушение пробуждения сапноя после общей анестезии, введи физостегмин и посмотри. Если будет эффект, это был центральный антихолинергический синдром. И даже американские авторы, токсикологи, в статье, посвященной центральному антихолинергическому синдрому при отравлениях, упоминают о том, что диагноз центрального антихолинергического синдрома должен подозреваться у пациентов с нарушениями сознания после общей анестезии. Редчайшая вещь, чтобы в журнале на английском языке упоминался центральный антихолинергический синдром как осложнение анестезии. Уникально. Дифференциальный диагноз, вы тоже помните, мы с вами о нем говорили. Ну и вот этот замечательный антагонист. Один из самых универсальных антинаркотиков, я бы сказал, пользуясь выражением Альфреда Львовича Костюченко. Существование которого, на мой взгляд, подчеркивает единство механизма наркоза. Ну вот Анатолий Николаевич Кондратьев часто говорит, что с его точки зрения, наркоз это не какое-то такое изобретение человека, хотя да, методики наркоза это изобретение человека. Но само состояние наркоза, само состояние общей анестезии, это некая филогенетически заложенная, филогенетически сформировавшаяся защитно-приспособительная реакция, которая переводит мозг в такое состояние, в котором он способен пережить то, что не в состоянии пережить в бодрствующем своем статусе. Может быть действительно вот этот холинергический механизм, это такой универсальный механизм регуляции общего тонуса центральной нервной системы, в частности коры, который вот таким образом проявляется. Физостигмин очень старый препарат, в 1840-е годы начались его исследования, с 1877-го он применяется при глаукоме, с 1935-го года не используется растительное сырье, и таким образом препарат сегодня совершенно доступен, механизм действия его понятен, он является ингибитором того фермента, который гидролизует ацетилхолин в синаптической щели. Напомню, что ацетилхолинэстераза это то, что гидролизует подобные соединения эфиры холина и ацетата или чего-то еще. А в синаптической щели, а экстрасинаптической, например, в плазме, таким ферментом является бутерилхолинэстераза, псевдохолинэстераза так называемая. Мы знаем с вами, что отработаны четко методики применения и дозировки физостегмина, в том числе и для того, чтобы пробуждать больных после анестезии. Правда, немцы не рассматривают это как плановую реверсию состояния общей анестезии, они рассматривают это как лечение центрального антихолинергического синдрома, когда пациент не проснулся тогда, когда ему уже надлежало бы проснуться по четкому немецкому распорядку и при взгляде анестезиолога на часы. На самом деле, думаю, что это просто нормальный компонент анестезии, компонент, без которого нет общей анестезии. Подавление центральной холинергической активности, которая иногда выходит за хронологические рамки, которые мы почему-то ему отвели. Поскольку у нас с вами физостегмина нет, то и показания, и дозировки, и все остальное, ну, может быть, какой-то интерес представляет. Мы с вами об этом говорили, я сейчас просто, друзья, стараюсь, с одной стороны, вести в курс дело тех, кто не присутствовал на этом нашем занятии, а с другой стороны, посмотреть на физостегмин с позиции универсального антинаркотика, универсального наркотического антагониста. И на самом деле, этот препарат является одним из самых ярких примеров вот такого именно действия. Очень интересно, что в отличие от других возбуждающих препаратов, физостегмин, являющийся холинергиком, прохолинергическим препаратом, пробуждающим препаратом, удлиняет сроки выживания мозга при аноксии. Вот это совершенно необычно. Мы привыкли, что для того, чтобы удлинить срок выживания мозга, нужно его активность подавить, затормозить барбитураты, барбитуровая кома, чего-нибудь еще. На самом деле, вы видите, что оживление оживлению рознь, возбуждение возбуждению рознь. Можно активировать мозг таким образом, что сроки переживания гипоксических состояний увеличатся, а не уменьшатся, как мы привыкли считать. Но, к огромному сожалению, в нашей стране, как вы видите из государственного реестра лекарственных средств, нет ни физостегмина, ни аминостегмина, который вот в этой книжке упоминает Альфред Львович. Он говорит про аминостегмин как альтернативу физостегмина и как препарат, который может антагонизировать действия многих гипнотиков, быть антинаркотиком. В нашей стране доступен галантамин. И когда Марк Самуилович Данилов делал свою диссертацию, то делал он ее именно с галантамином. И тема была «Галантамин в профилактике и лечении центрального антихолинергического синдрома после общей анестезии». Если мы с вами вернемся к дозам физостегмина, это 0,03-0,04 начальный болюс, вы увидите, что дозы галантамина ровно в 10 раз больше. 0,3-0,5 миллиграмма на килограмм внутривенно. Галантамин работает. В работе Марка Самуиловича было четко показано, что этот алкалоид подснежника Воронова, такой цветок на Памире, насколько я помню, растет в природных условиях, позволяет профилактировать замедленное пробуждение, пробуждение с возбуждением и пробуждение с дрожью, и позволяет лечить эти состояния, что самое важное. И поэтому галантамин является такой рабочей альтернативой, рабочей возможностью, он проникает через гематоэнцефалический барьер, и им можно работать в качестве заменителя физостегмина или, может быть, более современной ему альтернативы. Еще один путь, путь, который на первый взгляд, друзья, кажется альтернативой по отношению к бензодиазепиновым рецепторам, по отношению к хлоридному каналу и всему гипнотическому действию, осуществляемую через хлоридный канал с одной стороны, а с другой стороны, в какой-то степени и альтернативой опиоидным рецепторам. Потому что, посмотрите, действие альфа-2 адренорецепторов – это анальгезия, причем анальгезия на разных уровнях, и на спинальном, и на супраспинальном уровнях. Вообще, посмотрите спектр эффектов. Анксиолизис, седация, анальгезия, уменьшение тахикардии, увеличение диуреза, купирование дрожжи, ну, чем не мечта анестезиолога. И на самом деле препараты, которые являются альфа-2 адренорецепторов, поражая множество из тех целей, что перечислены на этом слайде, вплоть до симпатолизиса и нейропротекции, вплоть до модуляции настроения и двигательной активности. У них очень позитивный психотропный эффект. Эти препараты нашли действительно свое широкое применение сегодня в анестезиологической практике. Механизм их действия, механизм действия клонидина и дексмедетамидина, а сейчас, собственно, дексмедетамидин является наиболее современным из клинически применимых препаратов этого ряда, совершенно четко опосредуется пресинаптическими альфа-2 адренорецепторами, которые тормозят выброс норадреналина в адренергических синапсах центральной нервной системы, также работал клонидин, первый селективный альфа-2 агонист, который был внедрен когда-то как капли для носа, как назальный симпатомиметик, а потом довольно быстро вошел в медицинскую практику, как антигипертензивный препарат, в немедицинскую практику, как криминальное средство, а затем появилась клофелинфентаниловая аналгезия, адептом которой в нашем городе является Анатолий Николаевич Кондратьев, используется препарат достаточно широко, интратекально, ну и на самом деле надо сказать, что использование комбинации клофелина и фентанила, которое используется и сейчас, для нейровегетативной стабилизации, например, пациентов с черепно-мозговой травмой, использование это достаточно широко и оно преобразовало, оно преобразило, точнее сказать, практику нейрохирургии и нейрохирургической анестезиологии, действительно преобразило, стало возможным быстро экстубировать этих пациентов и невентилировать их подолгу, и обеспечивать достаточно высокую вегетативную стабильность у них, но, конечно, новые совершенно возможности открывает Дексмедетамидин, который является более специфичным по отношению к Альфа-2 рецепторам, препарат, обладающий многочисленными эффектами в разных отделах центральной нервной системы и периферии, вплоть до стимуляции скорости клубочковой фильтрации, снижения секреции в желудочно-кишечном тракте и подавлении его моторики, ингибирование ренина, ангиотензина, альдостероновые системы, но самое главное для нас, конечно, это седация, анксиолизис и анальгезия, и достоинство этого препарата, как мы с вами знаем, прежде всего в том, что он, будучи сам гипнотиком и анальгетиком, снижает потребность тех и других, при этом не угнетая дыхание, снижая потребность к кислороде, снижая частоту дрожи, и если уж вы захотите декс-медетамидином подавить эпизод гипертензивный во время операции, да, вы сможете сделать и это без тахикардии, как если бы вы делали это, например, нитроглицерином в виде спрея или дозатором внутривенно. Одно из достоинств декс-медетамидина достаточно предсказуемая фармакокинетика, поэтому в разговоре об управляемости внутривенной анестезии декс-медетамидин абсолютно на своём месте, наши немецкие коллеги справедливо относят его к истинным анестетикам, потому что он является и гипнотиком, и анальгетиком. Но оказывается, друзья, что и это ещё не всё. Помимо довольно управляемого по времени действия, я бы не сказал, что это ультракороткий препарат декс-медетамидин, но тем не менее, оказывается, что у него есть ещё и антагонист. Но к огромному нашему сожалению, пока что этот антагонист применяется только у наших коллег-ветеринаров. На самом деле, посмотрите, препарат, который был зарегистрирован до того, как декс-медетамидин появился в человеческой практике, был зарегистрирован в медицинской практике в Российской Федерации. У наших ветеринаров, наших белорусских и казахских, был антиседан, атипомизол, препарат, который является селективным антагонистом альфа-2 рецепторов. Он полный антидот клонидина и декс-медетамидина, и после того, как собаки или кошки сделают операцию под декс-дором, декс-медетамидином, ей вводят атипомизол, антиседан, и она отряхивается и убегает, буквально это выглядит так. Безусловно, для нас препарат чрезвычайно привлекательный, но поскольку все исследования с антиседаном, с атипомизолом у людей были прекращены из-за побочных эффектов, а его пытались использовать для лечения паркинсонизма. Вспоминайте, да? Мы с вами говорили про вот это реципрокно-антагонистическое взаимодействие холинергической и дофаминергической системы. Вот атипомизол восстанавливает сознание через блокирование альфа-2 адренорецепторов, но при этом может лечить паркинсонизм, при этом обладает действием таким, которым обладают продофаминовые препараты. Совершенно логично, да? Он продофаминовый, пронорадреналиновый препарат в центральной нервной системе. Но и это еще не все. Да, атипомизол нельзя применять у людей, ни в коем случае тут проблемы не бюрократические, проблемы медицинские. В будущем, несомненно, у нас будут антагонисты, будут блокаторы альфа-2 рецепторов для клинической практики у людей. Но я вам хочу показать вот какую статью замечательную, посмотрите. Налаксоновая реверсия клонидинового отравления. Доза, доза, доза. Наши коллеги пишут о том, что при клонидиновой интоксикации, причем речь идет о детях, о детях в детской практике, пробуждение пациентов не достигается за счет применения налаксона, посмотрите, налаксон, как антагонист не опиоидных рецепторов, а как блокатор эффекта клонидина, блокатор эффекта торможения секреции норадреналина в синапсах центральной нервной системы. Он не блокирует альфа-2 рецепторы. Нет такого эффекта. Это эффект конкурентного взаимодействия на уровне, даже не сигнального пути, а на уровне взаимодействия адренергической, опиоидной и холинергической систем. Это вот такой уровень, это не рецепторный уровень. Посмотрите, они пишут, что, оказывается, использование налаксона в качестве пробуждающего препарата преклонидиновой токсичности было неэффективным у многих пациентов из-за того, что вводилась недостаточная доза. А что ж такое достаточная доза? 10 миллиграммов налаксона внутривенно. 10 миллиграммов. Представляете себе? 10 миллиграммов – это вообще-то 25 ампул. 10 миллиграммов налаксона. И вот это представление о том, что налаксон восстанавливает сознание при возбуждении альфа-2 рецепторов, флумазенил выводит на сознание пациентов из печёночной комы, агонист дофаминовых рецепторов P-коммерц, амантадин, выводит на сознание пациентов после аноксического эпизода. Вот это понимание действительно укрепляет нас в представлении о том, что механизмы сознания и его подавления – это очень-очень общие механизмы. Они не распыляются на рецепторы, они представляют собой взаимодействие нескольких глобальных систем мозга. И соотношение тонуса этих систем, которое вы можете изменить, облегчая одну чашу весов или нагружая другую, вам не обязательно действовать на те же рецепторы, которые были заблокированы токсикантом. Вы можете действовать на другие рецепторы, но эффект будет тем же. Это равновесная система, система, которая находится в постоянном динамическом равновесии. И вот оказывается, что можно таким образом тоже пробуждать таких пациентов. Так что на локсонов, лумазениловый, коматозный коктейль будет работать и при отравлениях бензодиазепинами, и при отравлениях клонидином. Интересные очень вещи. Что же у нас в результате получается? Получается, что могут быть две альтернативные концепции. Альфред Львович Костюченко со свойственным ему изяществом и доказательностью, основанной на эрудиции, говорил о том, что ему видится будущее как свой ключ к каждому замку. Мы действительно с вами знаем, что разные типы замков имеют разные ключи. И, вероятно, до какой-то степени это безусловно так, потому что, когда мы имеем дело с тяжелым опиатным отравлением, ну, помимо того, что нам нужно пациента просто вентилировать, мы ведь не будем вводить ему флумазенил, или не будем ему вводить физостегмин, мы введем, скорее всего, на локсон. И так это предписывают нам клинические рекомендации и инструкции. А с другой стороны, мы с вами понимаем, что для многих ситуаций есть такие универсальные ключики, универсальные ключики вот такого типа, которые позволяют реверсировать эффекты самых разных гипнотиков, самых разных анальгетиков и разных анестетиков, имея в виду сочетание гипнотического и анальгетического компонентов. Поэтому, дорогие коллеги, подводя итоги этого, на мой взгляд, очень интересного и захватывающего разговора о будущем нашей практике, я бы сказал так, все-таки это будущее, потому что на сегодняшний день у нас не для всех случаев имеются безопасные, надежные и рекомендованные клиническими рекомендациями или методическими рекомендациями антагонисты. Я позволю себе сделать несколько главных выводов. Ну, во-первых, прежде всего, конечно, требование управляемости это одно из важнейших требований современной фармакоанестезиологии. Я бы сказал так, что и управляемость по направленности эффекта, чтобы ваш миорелаксант был только миорелаксантом, а по совместительству не был бы еще ганглиоблокатором или м-холинолитиком, это действительно важнейшее свойство и то же самое можно сказать об управляемости эффектов во времени, потому что мы хотим оборота операционной, мы хотим, чтобы не было простоя, и хотя мы ввели 919 приказом палаты пробуждения, тем не менее, мы понимаем, что лучше, чтобы у больных не было коматозной формы центрального антихолинергического синдрома, которая, скорее всего, представляет собой просто затянутый во времени дефицит холинергической активности в мозге, который лежит в основе общей анестезии как таковой, рискну так сказать. Поиск и изучение как препаратов ультракороткого действия, ну, например, эфирного типа, ремифентанил, ремимазолам, да, так и пар препарат антидот ведутся много десятилетий. На самом деле история очень интересная, история очень большая, и сегодня создается впечатление, что принцип каждому внутривенному анестетику свой антагонист, о котором пишет и приводит совершенно замечательные примеры с подробностями и с очень тонким анализом Альфреда Львовича Стюченко в этой книжке, может со временем уступить место выбору более универсальных антагонистов. Да, безусловно, если препарат блокирует опиоидные рецепторы, он будет препаратом первого выбора, тогда, когда у пациента опиоидное отравление. Да, если препарат блокирует рецепторы бензодиазепинов, он будет первым выбором в том случае, если у пациента отравление бензодиазепинами или нам нужно выполнить реверсию бензодиазепиновой седации. Но иналаксон и флумазенил могут работать не по своему прямому назначению, пробуждая больных в печёночной коме, антагонизируя действия, например, альфа-2-адреномеметиков центральных и так далее. И вот эти моменты мы тоже должны с вами иметь в виду, в некоторых случаях мы можем это применять и помнить, что в качестве таких универсальных антагонистов для гипнотиков могут выступать препараты холенергического действия, как физостегмин или галантамин, или антагонисты бензодиазепиновых рецепторов, как флумазенил. А для анестетиков, разных анестетиков, такими антагонистами могут выступать либо антагонисты альфа-2-адренергических, но таких антагонистов для клинического применения у людей пока у нас нет. Атипомизол используется только у животных, либо антагонисты опиатных рецепторов. Примером каковых является нолоксон, убирающий утрату сознания при отравлении клонидином. Дорогие коллеги, вот те основные позиции, которые я хотел сегодня рассказать. Вы видите, что многое из того, к чему побудила меня когда-то замечательная книга Альфреда Львовича Костюченко и Петра Константиновича Дьяченко, спорно, пока это концепция в развитии, это наше понимание того, каким образом развивается фармакология и каким образом развивается анестезиологическая практика. Но дело в том, что я сейчас делаю такую вещь, которая мне не очень привычна. я сейчас записываю лекцию, поскольку в тот момент, когда вы увидите ее в эфире, я буду возвращаться с Геленджикской конференции, 20-й конференции, стандарты и, простите, рекомендации и индивидуальные подходы в анестезиологии и реаниматологии. Так она называется сейчас. Сначала называлась стандарты индивидуальные подходы. Надеюсь, что эта конференция будет успешной и надеюсь, что сейчас, когда закончится трансляция, я смогу подключиться к вам через интернет и из поезда, надеюсь, что будет хорошая связь, с помощью Сергея Леонидовича, которому огромное спасибо за, как обычно, приведение в порядок и замечательную выверку этой презентации ответить на ваши вопросы, если они появятся. Спасибо, друзья. Продолжение следует...